Прошло два месяца, как в нашем селе открылось обособленное подразделение общественной организации гуманитарной помощи «Русский мир». Но уже сейчас можно сказать, что Белая Глина стала центром социально-патриотического движения в Краснодарском крае. Шесть гуманитарных грузов общей стоимостью около 5 миллионов рублей отправили белоглинцы в помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. В очередной раз собрана гуманитарная помощь для жителей Луганской и Донецкой народной республики. В данный момент идет погрузка. Прошлые два раза мы доставили помощь город Мариуполь. В этот раз поездка будет в Луганскую народную республику, поселок Рубежное, недавно освобожденный от вооруженных сил Украины. Хотелось сказать огромное спасибо неравнодушным жителям, которые оказывают помощь в сборе продуктов питания для ЛДНР. Десятки людей взялись помогать активистам общественной организации в благом деле. Это руководители сельхозпредприятий, индивидуальные предприниматели, жители Белоглинского и Новопокровского районов Краснодарского края, Песченокопского Ростовской области. Шестым гуманитарным конвоем отправились полторы тысячи продуктовых наборов. В них крупы, сахар, растительное масло, овощи и фрукты, предметы личной гигиены, пять тонн питьевой воды и хлеб. Все это попало в руки людей, мирных жителей, которые пострадали от военных действий. В одной из таких поездок белоглинцам вручили благодарственную грамоту Управления народной милиции Донецкой народной республики за оказанную помощь местным жителям. На продуктовый склад общественной организации «Русский мир» в селе Белая Глина прибыла очередная партия продуктов от предпринимателей Белоглинского, Песченокопского, Успенского районов и от жителей указанных районов. Данные продукты будут использованы в качестве продуктовых наборов, которые будут отправлены гуманитарным грузом в Донецкую и Луганскую народную республики. На собственные средства активисты обособленного подразделения общественной организации «Русский мир» начали ремонтировать арендованное ими помещение. Как сообщил Александр Коклин, помимо самого склада будет организован офис, где установят необходимую оргтехнику. В новом помещении волонтеры смогут обращаться с благотворителями, помощниками, друзьями, продолжая сбор гуманитарной помощи. Спасибо.